Ну, во-первых, коллеги, господа и товарищи, я здесь, по-моему, единственный, кто не имеет отношения ни к кандидатам, ни к партиям, ни к тем пачек Единой России. Но... К коммунистам не имею отношения и никогда не... А? К коммунистам. Да нет, ну как, если по идейному принципу, да? Вот. Но... Да, но ни к каким партиям. Да, потому что более никакой КПРФ там, никому другому. Нет, я не оправдываюсь, я горжусь. Так вот, знаете, я вот слушаю, слушаю, и у меня закипает уже что-то внутри, потому что, знаете, вот называется «не могу молчать». Потому что просто вот идет такая дискуссия, которая меня поражает, немножко даже, я бы сказал, оскорбляет своим ходом своим, да? То есть даже не отдельными высказываниями, да? А вот постановка вопросов, тем, что мы обсуждаем, да? Тем, что мы обсуждаем. Мне кажется, это вообще нас всех в очень большой степени унижает. Ну, даже начиная с разговора о том, что у нас гражданская война в интернете. Да какая там гражданская война в интернете? Да нету никакой гражданской войны. Есть, ну, в лучшем случае, очень громкая истерика или истеричная сплука с разных сторон, которая почему-то выплюснулась. Потому что сейчас уже есть электронные средства из кухонь, или там из каких-нибудь курилок, или из каких-то еще таких вот мест, которые были бы частными или квазичастными, да? В публичное пространство, не более того. Понимаете, и в этом смысле все пороки нашей общественной и, кстати говоря, частной жизни, все наши психологические комплексы истерики, паники, глупости, наша поразительная политическая необразованность, об этом сейчас буду говорить отдельно, все это выплюнулось на всеобщее обозрение, прямо как говорил Петр Первый, чтобы дурь каждого всем видна была. Помните знаменитую формулу нашего великого реформатора? Ну, про цитату из Ленина сейчас не будем говорить, просто замечу, что Ленин это один раз бросил, так сказать, тоже в состоянии некоторой аффектации, потому что он писал много раз и говорил совершенно другое. Но поразительно, что мы запоминаем только о чем? Мы запоминаем про говно, да? Вот это мы запоминаем. Что-нибудь другое, да, что-нибудь другое мы не запомним. Другие слова, другие мысли в голове не застревают, пролетают со скоростью света. Ну, хорошо. Ладно, вопрос поставили. А вот что же такое с доверенными лицами? Они вроде бы есть, их записали, а они не выступают. Что же вот такое получилось? Как такое несчастье может быть? Да понимаете, а вы что думаете, что вас пригласили, чтобы вы выступали? Ну, тогда я вас жалею, господа. Потому что вас пригласили просто, чтобы вы дали свое имя. Больше от вас ничего не нужно. Все. Ну, вот извините, вот если вы не верите в это, то мне тем более вас вдвойне жалко, понимаете? И здесь нету никакой нелогичности. Все логично и все нормально. Понимаете, вообще-то говоря, Леонид Михайлович Баткин мне в свое время, еще в советские годы, сказал замечательную фразу, что вот от нас, еще поздние советские времена, от нас, сказал он, не требует настоящей лояльности уже в Советском Союзе, вот в том, в 80-х годах. От нас требует, внимание, ритуального самоосквернения. Понимаете? Вот, ну, пришел на портсобрание, руку поднял, не говорил никаких гадостей, да? Отсовершил акт ритуального самоосквернения. Спасибо, молодец, до свидания, иди занимайся своим делом. Так вот, понимаете, мы просто что сейчас увидели? Мы увидели коллективный акт ритуального самоосквернения на глазах у всего населения страны и у коллег. Собственно говоря, никак иначе понимать происходящее я не могу. И более того, на мой взгляд, проблема же не в том, что люди поддерживают Путина или кого-то другого кандидата. На мой взгляд, позорное и чудовищное дело является вообще участие в этих выборах по этим правилам. И, понимаете, меня тут поразила фраза, что мы никогда раньше не выбирали. Стоп, внимание. То есть, как никогда раньше не выбирали выборы? Простите, у нас каждые 4 года или 5 лет, в том случае, сейчас начали сдвигать, да? Выборы по определенным срокам проходят, и они все такие же. В этом смысле, кстати, проблема уже не с доверенными лицами или с политиками, проблема еще и с обществом. Мне все время говорят, у нас общество пробудилось, и чувство собственного достоинства людей пробудилось. Опять-таки, извините, а где вы были все эти годы? Вот у вас не было, не было, не было, не было чувства собственного достоинства, а потом раз, и в один прекрасный момент проснулось. Ну, так, по крайней мере, тогда винить и себя тоже, понимаете? Если вот у нас не было чувства собственного достоинства, но проснулось только сейчас, за счет того, что все мы в позоре находимся. Потому что нам всем должны, всем нам должны быть стыдно. Ну, разбудили, ну, помогли. Ну, понимаете, извините, но никто вас не заставлял спать эти годы, понимаете? Было его, а я ругаю, да. И считаю, что это, на самом деле, как минимум, должно быть у нас у всех некое ощущение, как минимум, дискомфорта. Да, потому что вот я проснулся, предположим, и думаю, боже, ты мой, а где я проснулся? Представляете, вот человек проснулся, и вот весь лежит в грязи там. И что он должен почувствовать? Он должен почувствовать, что, наверное, спит он, как минимум, и спал не там, где ему нужно было спать. И не надо было ему там находиться, где он находится. И теперь он сам наказался не там, где нужно. И должен выбираться оттуда. И это первое. Поэтому проблема, на самом деле, с обществом в целом, а не только с тем или иным кандидатом. Проблема с политической системой в целом. Потому что меня удивляют и даже возмущают слова о честных выборах. Не может быть при такой системе честных выборов. Мы не можем требовать честных выборов, когда изначально выборы не свободные. Честных выборов не бывает вообще. Оставим это. Ну, считать можно честно. Понимаете, считать можно по-честному. Проблема в том, что выборы принципиально не свободны. Простите, коллеги. Я вот чисто, так сказать, лояльно молчал, пока все это слушал. А теперь хочу говорить. И понимаете ли, какая штука? Когда нам показывают некий театр марионеток, и потом говорят, что зрительские симпатии неправильно посчитали между марионетками. И какой позор! Мы все выходим, и зрители орут. Пересчитайте голоса между марионетками. Мы неправильно их посчитали. Какой позор. Мне кажется, что позор одинаковый у организаторов шоу, и у всех остальных. Он в это шоу пришел и требует пересчета голосов. Нужно сжигать театр, понятно же, да? В этом случае. Или не ходить в него вообще, как минимум. Ни в коем случае. Я говорю о театре марионеток, а у вас здесь живые актеры. Так вот, понимаете, то есть как минимум нужно разбираться с театром. Ну, опять же, привожу старый скобрезный анекдот, что менять нужно не кровать, а девочек. И в данном случае никаких других ассоциаций у меня не возникает. Понимаете? Только вот театр кукольный или бордель. Выбирайте, пожалуйста, что вам больше нравится. Дальше мы начинаем дискуссию. О чем? Мы начинаем дискуссию по национальному вопросу. Действительно есть национальный вопрос. Другой момент. Насколько у нас обожают дискутировать именно на национальном вопросе. То есть мы вот сейчас не слышим ни о состоянии дорог, ни о состоянии, кстати говоря, культуры. Потому что были какие-то общие слова. А я-то думал, что я приду сюда и послушаю. Как вот люди обсуждают, например, в федерале закон номер 83, который уничтожает провинциальные музеи, который в значительной мере уничтожает провинциальные библиотеки, который уничтожает, вообще-то, образование. Давайте поговорим о том, что у нас уничтожаются музыкальные школы в стране систематически. У нас уничтожаются школы художественного творчества. Все это происходит сейчас. И вообще-то здесь об этом надо говорить. А вот деятели искусства, я не деятели искусства. Я, слава богу, с тех пор, как закончил Китис, этим безобразием не занимаюсь. Так вот, деятели искусства должны были в этом поговорить, или о вас вспомнить. А они говорят о других вещах. Нравится или не нравится кандидат? Ну, нравится, ну, дело ваше, господа. Нравится, так нравится. Но это ваше личное пристрастие. А говорить-то в политике надо не об этих мешах. Вы хотите услышать о том, что происходит в большом тяже? Это было бы разумно. Или о том, что сказали о том, что все. Но давайте дальше, понимаете? Почему мы, начиная с этого, говорим о национальном вопросе сейчас? Потому что это очень удобно. Это очень удобная тема, куда нужно спрятать все остальные вопросы. Почему я вот так? Кстати говоря, тут поразительно, только что вы слышали. Арабский мир и национальный вопрос. Причем здесь национальный вопрос. Как раз арабский-то мир. Социальная революция происходит. Нравится или не нравится? Наверное, не нравится. Но происходит социальная революция. То, что мы делаем, простите, арабы. Это другой вопрос. Террористы только арабы. Или только мусульмане. Простите, а кто убил Маркелова? Станислава, да? А кто, Тихонов? Ну, риторический вопрос. Тихонов, да? Мы знаем. Мы имеем партизаны, что ли террористы? Нет, не в этом дело. Я говорю, кто убил? Кто убивает гастарбайтеров, мусульман, мировопрочем, в Москве, да? Мы знаем. Да? Мы знаем конкретные уголовные дела. Фашисты. Я не договорил. Путин сказал, что терроризм национальности... Имеет. Нет, имеет. Как раз имеет. Но просто надо знать конкретно, что происходит. Мы сейчас идем в эту сторону. Хорошо. Нет, ну почему? Я просто говорю об уровне дискуссии, коллеги. Я говорю об уровне дискуссии. Мы будем говорить обо всем. Так вот. Что, сложно посидеть, что ли, блин? Коллеги, я скоро закончу, и все успокоятся. Понимаете? Так вот. Говорит человек, я сказал вопрос, да, мы пойдем? Еще один пример. Просто прошу прощения, сейчас всех пообижаю. Но я для этого здесь, наверное, нахожусь. Понимаете, что такое университет? Университет, в общем, профессиональная политика. Понимаете, профессиональный политик, это в Европе, в демократической стране, это оскорбление. Понимаете? Называть человека профессиональным политиком во Франции или в Испании сейчас, это почти что плюнуть ему в лицо. Понимаете? И любой политик будет объяснять, что я на самом деле экономист. Я на самом деле специалист-политолог, может быть, пожалуйста. Я активист и лидер партии, да, пожалуйста, потому что у меня есть свои определенные убеждения. Я их защищаю. Ну, профессиональный политик, политикан, который делает карьеру в чистой политике, это, простите меня, в демократической стране нонсенс. Вы можете представить себе в Оксфорде факультет или там курицы профессиональной политики, да? Который бы одновременно, простите, готовил либористов, консерваторов, коммунистов и фашистов. Вы можете это представить? Он кто угодно, но он всегда себя представляет как кого-то, как кого-то профессионального, да, но не политик. И я просто говорю, что готовить профессиональных политиков значит, что у нас нет демократии, понимаете? Потому что предположить, что можно готовить политиков для всех партий в одном месте, значит, по определению сказать, мы не хотим и не будем никогда иметь демократии. Потому что политиков могут готовить только в разных партиях, борющихся друг с другом, и только в борьбе друг с другом они могут стать политиками. И, наконец, последнее. Конечно, эта система, которую мы сейчас имеем, это, на мой взгляд, не тоталитарная система. Она однопартийная, авторитарная, с элементами игры в демократию. Можно назвать это так. Но есть одна очень большая проблема. Что демократия начинается только тогда, когда в стране начинается холодная гражданская война. Это форма демократии. И именно потому, что у нас нет холодной гражданской войны, пока еще она набудет, я надеюсь, в ближайшее время. Поэтому пока у нас нет демократии. Спасибо.